В Астане предложили создать Евразийскую ассоциацию океанариумов. Наш столичный океанариум стал примером для других стран, и астанинские специалисты готовы поделиться опытом. За новыми знаниями ранее приезжали специалисты отрасли из Кореи, России и Узбекистана. Напомним, астанинский океанариум занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь он станет научной площадкой. Все подробности в сюжете. Это первый океанариум, возведенный на пространстве СНГ в 2003 году. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый удаленный от океана, находящийся на расстоянии более 3000 километров от ближайшего побережья. За 20 лет специалисты океанариума наработали большой и уникальный опыт, которым делится с коллегами из других стран. Тут выдвинули идею образовать Евразийскую ассоциацию океанариумов. Данная ассоциация нам позволит наладить тесное взаимоотношение между океанариумами и позволит также дополнительно решить некоторые научно-практические вопросы совместно, проводить совместные конференции, выставки, наладить также сотрудничество между поставщиками гидробиотов из Азии, непосредственно в океанариумах, а также рыбопитомники, рыборазводни. Также будет способствовать развитию аквакультуры в целом и декоративного рыбоводства. Специалистов океанариум готовит на своей базе. Идет сотрудничество и с университетом. Совместно проводить какие-то дополнительные исследования в области аквариумистики, ихтеологии. И наш океанариум будет использоваться как база для этих исследований. Сфера непривычная для Казахстана. Может быть, и нехватка узких специалистов. Сейчас там работают сотрудники с ветеринарным образованием, ихтеологи и биологи. Идет дополнительное обучение новичков. Все это проводится своими силами. То есть обучаем своими силами. И на последние особенно годы мы замечаем, что выпускников университетов все меньше становится по этим специализациям. То есть именно ихтеологи. Поэтому здесь стоит большая задача именно популяризации аквариумистики и частности ихтеологии. Мы на данный момент потихоньку уже начали в этом направлении заниматься. Провели конференцию. Когда появился первый аквариум, доподлинно неизвестно. Зато ясно одно. Данная сфера нуждается в поддержке и развитии. Еще в 2020 году Минэкология разработал масштабную программу по развитию рыбоводства с целью сделать Казахстан крупным экспортером рыбы. Но такое интересное направление, как аквариумистика, правительство иногда обходит своим вниманием. И это не только наука, но и большой туристический потенциал. Сергей Уланов, Гульнара Умарова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42.